Песочные, огненные часы и водяные часы. Клипсидры, которые у нас нет, мы сейчас будем расширяться, обязательно вам покажем. Но про клипсидры очень просто рассказать. Это вытекающая вода. Клипсидры с греческого переводится воровка воды. Это именно либо пребывающая, либо убывающая вода. На смену этим клипсидрам пришли песочные часы. Вы их, наверное, посмотрите, ребят, свободно. Говорят, безусловно вас заинтересовать. Смотрите, песочные часы, наверное, у всех. Наверное, все видели, все знают. И в игрушках они бывают, и в школе они бывают, бывают они в медицинских учреждениях. Это нас пришли они из древней Александрии и пережили, в общем-то, вытеснили и водяные, и до сих пор мы ими пользуемся, потому что на самом деле очень удобно. Там есть несколько особенностей, по которым можно рассказать. Песок там должен быть своеобразный. Либо это особо специальным образом истолченная мраморная крошка, вываренная в уксусе или в вине. Или яичная скорлупа, или песок специальный, обожженный, который тоже должен быть очень ровный, очень гладкий. Почему? Чтобы не царапался перешей между двумя колбами, потому что иначе они убегать начнут. Их тоже было великое множество. Наверное, не слышали или слышали, что в Японии и в Венгрии есть часы солнечные, песочные годовые. Слышали когда-нибудь? 5 метров, 5 метров и 8 метров. А вообще их очень любили на флоте. Колумб Америку открыл именно по песочным часам. До открытия Джоном Гаррисоном, про которого обязательно расскажу, морского хронометра в 1761 году, только он появился, первая рабочая модель, все великие открытия и Колумб, и Магеллан, и Марко Холла совершили по песочным часам. Специальный матрос был, который переворачивал большие солнечные, по песочные часы. Они были получасовые, были часовые, были четырехчасовые, вахтенные даже такие были. Он их переворачивал и переводил стрелки на таком имитации часов, на деревянном циферблате деревянные стрелки. И отбивал в колокол в рынду, так и назывался, отбить склянки. А дальше огненные часы. У меня был один из гостей, молодой человек, вроде, он говорит, а вот это вот для чего на часах в гире? Я говорю, дает энергию, а я, говорит, думал, что это для того, чтобы время измерять. Я говорю, а как? Ну, говорит, можно же взять и на стене разметить, она же опускается, можно разметить шкалу, то есть яйце времени. Я говорю, молодец, придумал гиревые часы. Точно так же и огненные у нас работают. Появились они в Древнем Китай, у нас это простая свечка. Берем по заранее заготовленному шаблону и свечку размечаем или всклеиваем в нее металлические шарики. Шарик догорает, шарик падает, либо бьется о подсвечник, либо бьется о пол. И появляется первый будильник. А появились они в Древнем Китае 3000 лет назад. Ароматные палочки все видели? Когда они спиралью скручены. Вот такие были огненные часы. Почему? Чтобы места как можно меньше занимали, делались они из проволоки, опилок сандалового дерева и специального либо воска, либо дегтя. И медленно тлели, как две кордов шнула, иногда несколько суток. Потом эта наука пришла в Европу, а оттуда пришла уже, в общем-то, к нам. Удобная на самом деле вещь, потому что горение свечки тоже физический процесс, который, если на него не влияют какие-то внешние факторы, он, в общем-то, постоянный. И на самом деле это сейчас как бы не практикуется, но на самом деле очень удобно.